Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Привет, мои хорошие! Я проверяю, какая сейчас погода, потому что мы все-таки с Наташей собрались, собрались на рынок Садовод. Запал в душу мне тот жакетик, который я вам показывала. Очень он мне понравился. В общем, хотим его поискать там. Многие писали, что на рынке Садовод есть такие жакеты, и даже они в два раза дешевле. Вот, поэтому поедем с Наташей, посмотрим, померяем. Ну, а я, естественно, вам все покажу. Сразу хочу предупредить. Эти очки, конечно, я беру с собой, а вот солнечные, ребята, не возьму. Потому что рынок Садовод – это все равно, что Черкизон. Там очень много разных людей и не с очень хорошими намерениями, поэтому мне жалко будет, если... Ну, у меня просто украдут или сорвут с головы. Там очки я одеваю обычно сверху солнечные, когда ими не пользуюсь. Вот, боюсь, что украдут подарок Анечке и Маше. Поэтому одену солнечные очки, но старые свои. Ну, а сейчас держитесь за руку. Поехали на рынок Садовод. В Москве прекрасная погода. Она немного облачная, и из-за этого чувствуется приятная прохлада. На улице еще никого нет. Мы выезжаем с Наташей рано. Ну, чтобы вернуться. Мне до Садовода ехать очень далеко. Ну, ничего страшного. Я на Садоводе не была. Ребят, я даже не знаю. Ну, наверное, сначала дач. Вот как-то так. Сейчас посмотрим, что там интересного. Как изменился Садовод. Ну, и найдем ли мы то, что ищем с Наташей. Вот и приехали на рынок Садовод. Торговый комплекс Садовод. Привезла наш маршрутка 1226. Вот так это все выглядит. Не была уже сто лет здесь, ребята. Сто лет не была. Даже не знаю, с чего и начинать. Я представляю, сколько нам всякой ерунды надо пройти, Наташ. Насквозь? Пошли насквозь. Пойдем скрытый. Хорошо. А это и есть скрытый, нет? Нет, там чистенько. А-а-а. Там чистенько, здесь грязненько. Ну, пошли. Ребята, держитесь за руку. Чтоб не потеряться. Погуляем по Садоводу. Да, и смотрите за своими сумками. Я представляю, сколько всего нам придется здесь пройти, чтобы что-то для себя отыскать. Вот такие линии. Ну что, сюда пойдем? Да, пошли, пошли. Нам надо найти джинсу. Ну, ребята, весь рынок показывать не буду. Сами понимаете, что здесь, в общем-то, творится. Все показывать не буду. Буду показывать примерку, и если где-то мы что-то увидим интересное. Ну, можно зайти посмотреть. Вот еще джинса. Но это совсем молодежные. Очень красивые. Очень. Мы увидели в магазине. Очень много джинсы в этом павильоне. Ребят, нашли вот такой жакет. Ну, вроде по мне. Вроде по мне. Может быть, шарф стоит снять, и вот, чтобы шарфа не было. Ой, что-то я кручу камерой. Сейчас я шарф сниму. Что-то мне не очень нравится. Шарф потом уберу в сумку. Ну, в общем, как-то вот так. Вот. Ну, я думаю, что он нормальный на мне. Ну, не знаю. Сейчас мы здесь кое-что померяем. Вот, смотрите. Я стараюсь не мотылять камерой. Он немного другой. Не такой, как мы с вами видели в магазине. Ну, вот как-то так он смотрится. Сзади я себя, к сожалению, снять не могу. Продавцы разбежались. Все боятся сниматься. Вот. Ну, да. Наташа моя тоже сбежала. Но сейчас будете говорить, что опять как халат. Может, размер поменьше, а, Наташ? Попробуйте размер. Можно поменьше? Сейчас попробуем размер поменьше. Я даже воротник поправить не могу. Оно мало. Оно мало, однозначно. Ой. Ребята, это более модно. Но более ободренно. Так, простите. Кто это? Тут камушки. А это для оправданных. А. Так, ребята, смотрите. Вот такой стиль. Оверсайд. Все разбежались. Все меня боятся. Это меня как будто кто-то дрел. Ой, простите. Кошки, кошки. Кошки. Говорят, что это не должно застегиваться. Но оно не застегивается. И я не знаю, как я в этом рванье ходить буду. Нет, ребята, мне нужно что-то интеллигентное. Вы уж меня извините, но все-таки я предпочитаю что-то интеллигентное. Ой, смех и грех. Ну, она так и должна быть. На то оно и в этом сам ее прикол. Самый прикол. Ну, в общем, ребята, что-то у меня такое чувство, что джинсовка мне лучше, чем все остальное. Чем вот эти вот длинные штуки. Ну, по-моему, красиво, да? Мне кажется, хорошо. Но я пока ни на что не решаюсь. Пока ни на что. В общем, вот так. Смотрите. Сейчас походим еще посмотрим. Павильончик этот 14,90. Очень много джинсов. Очень много джинсов. Здесь столько всего, что мы даже растерялись. Одежда для беременных. Джинсовая. Брючки. Увидели сейчас домашнюю одежду. Очень красивая была. Ну, не стала я снимать. Мне что-то неловко как-то стало снимать. Ну, вот еще джинса. Ну, это джинса или трикотаж. Это джинса. Ой, какая симпатяшка. Я думаю, что это тоже опыт. Вот еще один вариант. Ребят, честно скажу, мне очень нравится. Я сама себе в нем нравлюсь. Очень такой вот хороший вид такой интеллигентный. Солидный, культурный. Вот мне нравится. Больше, чем вот эти все круглые подолы. Ну, в общем, здорово. Все очень скромненько и со вкусом. Да, нравится. Очень нравится. Я сама себе в этом нравлюсь. Так, ну, это так же. Это не должно застегиваться, да? Ну, если хотите, можно. А вот оно растянется или оно сядет потом? Ничего не будет это. Ничего не будет. А вот на попе-то, попа-то у меня там будет светить. У вас там нормально все. Наташа, как вам? Хорошо. Хорошо? Мне тоже нравится. Очень хорошо. Тут еще с карманчиками есть такие. Ну, сейчас мы еще что-нибудь померим. Так, вот, ребят, смотрите, еще одна модель с закругленным низом. Это модель на размер побольше. Мне кажется, вот так как-то она более интеллигентно смотрится. В общем, смотрите, оценивайте. Не знаю, мне та модель больше понравилась. Что-то у меня вот эти вот закругленные края, мне кажется, не очень идут. Это на размер больше. Ну, она, конечно, везде застегивается уже. Но я себе нравлюсь. Вот, клянусь, нравлюсь. Я какая-то тоненькая. Верно? Тройненькая. Такая я и должна быть. Мне нравится. Очень хорошая тетенька. Вот я не знаю, на размер больше брать. А если постирать, может, она подседет, нет? Вот это больше размер возьмите лучше. Она маленькая была, немножко маленькая. Все-таки маловатая. Разница небольшая, чуть-чуть разница. Ну, она ведь после стирки, наверное, чуть-чуть. Я даже стрейчевую. Когда вы постираете, немножко, может быть, меньше становится, может быть. Да, это со стрейчем. Поэтому возьмите лучше больше. Это со стрейчем? Это со стрейчем, да. Так, вот, ребят, смотрите. Мне нравится. Такой спокойный стиль. Тем более, это сейчас мятая, не глаженная. Да, да, я поняла. Я поняла, я поняла. А так очень даже хорошо. Вообще, мне кажется, у вас зеркало в стройне. Нет, как есть, так и показывают зеркало. Ну, да, здесь, по крайней мере, хоть попу не обтягивает. Если вы еще раз померите, то поменьше. Хорошо, сейчас. Если вы хотите зацепить. То же самое. Просто сейчас, вот, вы знаете, такой притальный не делай, сейчас никто не носит. Это, опять, кидал, задумано, чтобы широкие было. Ну, ребята. Толстые. Ну, вообще, они очень приятные. В общем, ребята, померила я вот еще брючки 7 восьмых, как вы мне говорили. Что-то, мне кажется, они... А что они собираются у меня на коленке? Так и должно быть. Так, давайте побольше померяем. Давайте побольше померяем. Так еще не забывайте, что любые брюки будут еще немного короткетов. В общем, сидят вот так, ребята, смотрите. Вот так. Так, ребята, вы мне говорили про штаны 7 восьмых. Вот, получи, фашист, гранату. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Вот так они на мне сидят. Ну, нравится, не нравится. Мне нравится. Серьезно говорю. Мне нравится. Сидят хорошо и очень приятная ткань. Но меня смущает, что они короткие. Ну, 7 восьмых. Ну, да, да. Я там вообще 7 восьмых все ноги. Я понимаю. В данный момент у вас носки и обувь сюда не подходят. Да. А обувь что надо? Кроссовки? Ну, зачем кроссовки? Даже макосины или босоножки или все такое. Я маленькая буду в макосинах ходить. Но, честно говоря, вот мне нравится. Мне очень нравится. Наташа, доставайте жакет. Мерить так мерить. Нравится. Горчичка нравится очень. Ну, наверное, потому что у меня бежевая. В общем, вот такой образ получился. Ну, брюки надо погладить, конечно. В макосинах я не буду ходить. Отпарить. В макосинах я не буду ходить никогда. Главное, чтобы в этих брюках не смотрелись криво мои ноги. Красивые. Ноги не кривые. Пока. Ну, вы знаете, мне очень нравится. Люди всегда себя компенсуют. Мне очень нравится. Ну, вот, наверное, рыженькие. Я себе и возьму штаны. Горчичка. Очень приятные. Горчичка. Да, горчичка. Горчичка, ребята. Может быть, к этой джинси не подходит, но горчичка мне нравится. Если все подходит, вам надо что-то... Горчичное сюда? Не рубашку другую. А можно я приложу просто брюки сюда? Не буду одевать. Серые. Серые у меня укороченные есть. Так, ребята, а вот серые. Вот серые. Серые что-то как-то стандартно, по-моему, да? А розовые есть у вас? Серые что-то прям вот как какой-то стандартно. Розовые это сюда зачем? Розовые есть, но розовые сюда не пойдет. Горчичка мне нравится с горчичкой. С этим как-то похуже, как вы считаете, с бежим. Я уже пытаюсь прищуриться. Ой, нет, там такой розовый, он такой не надо. Ядовитый? Фукси. Фукси. Спасибо, дорогая. Так. Мне нравится. Горчичка. Наташа, горчичка шикарно, правда? Да. Беж у меня уже. Девушка, горчичка, если то и тут цвет, а горчичка более интереснее смотрится с джинсами. Да? Да. Поинтеллигентнее. Поинтеллигентнее. И серый будет, и горчичка. Но в данный момент вот это и не весом. Так, ребята, вот еще с беженькими. Мне тоже нравится. В общем, вот так. Это такой жемчужный цвет. А, жемчужный. Мне тоже нравится. Очень нравится. Вот тут даже рубашка ваша подходит. Нет, это не просто кроссовки подходит. И кроссовки тут подходят. А вот горчичка с кроссовками уже некрасивая. А тут вот даже вот этими кроссовками я вас прошу. Да, красиво. Но это универсал. В смысле универсал? Ну, цвет универсальный. А, цвет универсальный. Даже, смотрите, даже рубашка здесь подходит. Угу. Ну, рубашка-то она может быть равна. Ну, увидели, ребята, вышли. Продавец уговаривал взять и горчичные брюки, и бежевые. Я понимаю, что в бежевых было красивее. Но бежевые брюки не сели по фигуре. Несмотря на то, что это всего лишь цвет. Но они не сели. Не сели. Ну, вот не знаю, что-то там не то. Под коленками висит. В общем, что-то не то. В общем, продолжаем с Наташей гулять. Ой, мама дорогая, ребята, здесь целый город. Здесь целый город. Всего, конечно, не обойти. Но здесь очень много всего. Выбирай, не хочу. Наташ, футболки. Да. Сюда надо приезжать и одеваться. Здорово, здорово. Сапоги, кроссовки. Вот это да. И все крытое. Рюкзаки, белье. Харные фарточки, полотенчики. А вон, кстати, женские брюки, капри, туники, шорты. Опять все то же самое, Наташ. Вот, кстати, о птичках. Вот, кстати, о птичках. Пошли еще куда-нибудь. Постельное белье. А это что? Постельное белье. Мне нужно Борису две простыни на резинке. Кстати, сейчас узнаем. Красивые платья. Метровочки. Очень красиво. Наташ. Как я люблю вот это все женственное, Наташ. Как красиво. Я все это люблю, но я не умею это носить. Ребята, я боюсь даже снимать. Вот клянусь. Здесь все так смотрят чудно. Это не то, что в наших магазинах. Очень все красиво. Мне здесь нравится. И цены нравятся. Ой, мне вот эти джинсы нравятся. Но, к сожалению, это на маленьких. Ой, ребята, сколько же здесь всего. Мы ходим уже целый день. Бродим. Столько всего насмотрелись. Очень много всего. Сюда надо приезжать. И здесь надо все выбирать. То, что в магазинах, и у нас на рынках, это фигня. А вот здесь, вот здесь выбор огромный. Померила, но что-то мне кажется, они мне маловаты. Мое чувство, что... Хе-хе-хе, смешная такая. В общем, это выглядит вот так. Красивые кофточки. Очень красивое. Такое разнообразие. А вон без рукавки. Слушайте, Наташ, сколько там всего. Там еще полно переходов всевозможных. Летние вещи уже. Вот, пожалуйста, Турция. Это типа вот таких кофточек, что я ношу. Но я смотрю, такой же, вот как у меня, я здесь еще пока не видела. Наташа, нарядные, женственные. Наташа, нарядные, женственные. Вот, детская бельда, айс-турная. Ага, точно, точно. Вот, пожалуйста, женственные. Тут они очень-то широковаты. Зеленный товар. Ну, здесь все теплое, женственное. Очень много всего. В общем, короче, здесь можно вообще, ребята, потеряться. Точно, будьте здоровы. Можно потеряться. Ой, какая нежная. Очень приятная кофточка. Нежная. Но рукава стеклянные. А вот и рубашки. Кто хотел красивые рубашки? Вот, пожалуйста. Есть рубашечки? Ну, почти как мои. Это, видимо, турецкие. Ну, вот женских футболок мы пока не находим. Ну, таких симпатичных, чтобы на что-то можно было обратить внимание. Ну, одежды очень много. Ну, футболок я что-то не нахожу, да? Ну, вот футболки, но они с такими рукавами, с коротенькими совсем. Ходим мы с Наташей ищем футболок, но футболки, но никаких таких футболок, чтобы вот взял, одел. Что-то мы не встречаем. Чтобы был рукавчик небольшой, все какое-то кимоно, либо рукав совсем-совсем короткий. Такой, знаете, типа крылышек. В этом торговом центре есть еще и второй этаж. На второй этаж ведет эскалатор. Сейчас пытаемся найти простыню на резинке. Ивановский текстиль. Но найти здесь не можем. Так, ну что, Наташа, пошли туда пройдем? Подальше немножко, да? Выбор огромный. Но, но, но. Очень приятные есть вещички такие. Но сюда нужно ехать конкретно, зная, что ты хочешь. Вот, например, я хочу то-то, то-то, то-то. Ехать и именно это искать. А вот так вот ходить, выбирать, можно накупить всякой ерунды, ребят. Но футболок, который я хотела, я найти не могу. Вот так, не могу найти. Вон, нашла с какими-то кисками. Сейчас пойдем посмотрим. Где? Угу. Ну, в общем, когда здесь ходишь-бродишь, просто голова откручивается. Потому что такое разнообразие, которое в магазине невозможно встретить. Вы скажите, ну, значит, это делалось на коленке. На коленке где-то. Не знаю. Но это очень приличная коленка была, на которой это все делалось. Так что... Мне нравятся. Хорошие вещи, неплохие. Очень нравятся. Есть женственные, которые можно было бы померить. Но я уже себе много чего приобрела. Не, ну не много, но то, что я хотела. Сейчас, конечно, я ищу футболки, но я их пока не вижу. Ну, вот еще брючки очень симпатичные. Это брючки уже. Почему меня тянет к этому цвету, я не знаю. Потому что солнышко. Потому что солнышко. Потому что солнышко. Очень много разных брюк, вот разнообразных. Настолько здоровские. Прямо. Придется мне футболки выбирать из мужских. Потому что из женских я выбрать не могу. Мне мужские больше нравятся. Вот со всякими львами, тиграми. То, что вы видите на заднем плане. Я из-за того, что стесняюсь, я не могу вам объяснить, почему мне нужны футболки с принтами. Я думаю, что вы сами догадались. Ну вот. Но я, к сожалению, не могу найти с такими принтами. Ну вот, естественно. Такие у меня уже есть рубашки. Рубашки не хочу. Хочу футболку. Хочу горчичную футболку. Очень много всевозможных жакетов, которые тоже можно было бы померить. Ой, ребята. Можно померить, можно купить. Все можно. Не знаю. Вот уперлась. Хочу футболку. И все, хоть застрели меня. Увидели футболки. Кстати, сейчас пошли купили ремень для моих джинс. А то они у меня сваливаются с меня. Ну вот, пришли еще футболки посмотреть. Но мне нужны футболки с рукавами. И с принтом. Вот как мне надо. Ну, есть симпатичные футболки, полоски. Мы решили с Наташей подняться на второй этаж. Здесь есть второй этаж. Ребята, это государство в государстве. Я вам так скажу. Султан Лагман. Я не знаю, что нас ожидает на втором этаже, но вроде говорят, большие размеры. Есть все, но не футболки с принтами на меня. Пальтишко купили, ну вот это джинсовое. Брючки горчичные купили. И мы пришли на второй этаж. Здесь в основном белье. Здесь в основном белье. Белье нам не надо, но мне нужно постельное белье. Но я этого не нахожу здесь. До конца. До конца? Ой, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Вот видите, нам попался прекрасный мужчина. И он нам посоветовал постельное белье до конца. А не верно, а ты где? Сейчас мы посмотрим вот эти вот простыни на резинке. А то Бурька говорит, я кручусь, кручусь, у меня все просто не сбиваются. Не-не-не-не-не-не. Да, ну здесь даже оплата есть. Вот пишется в павильонах. Оплата через Сбербанк онлайн. Кстати, очень приятный костюмчик. Ну, в общем, ребята, здесь я увидела, что даже есть парикмахерские. То есть то же самое, что было на Черкизоне. То же самое и свои парикмахерские, и свои столовые. Ну, вот тот же Черкизон. Но вещички здесь, в общем-то, приличные. Здесь даже есть шторы. А вот и постельное белье, которое мы ищем. Занавески, конечно, прекрасные, необыкновенные. Красиво, красиво. Здравствуйте, очень красиво. Но тут же выбегают и начинают приставать. Футболки мы так и не нашли с Наташей. Уходим с рынка садовод с двумя покупками. Ну, это то, что мы приобрели вначале, как только вошли. Мы, скорее всего, не на эту сторону вышли, да. Ой, ребята, в общем, мы потерялись. Это МКАД. Пошли в сторону МКАД. Да, правильно, мы там выходили, а теперь сюда. Мини-маркет, шоколад. Пока мы ходили, мы с Наташей проголодались. Но, честно говоря, вот уже даже надоело ходить и уже хочется отсюда уехать. Нам сюда, в эту сторону. Да, мы сюда вошли, обоговорили нам туда и по соседней линии, да? Носки берем, носки, пожалуйста. Все, носки. Пожалуйста, уважаемые, нахи беременном сюда. Конец-то вышли. В общем, короче, мы обе без ног, мы обе голодные и мы очень устали. Да, нужно обладать прекрасным здоровьем, чтобы целый день провести на садоводе. Благо, мы провели не целый день, но часа три мы ходили, да, Наташ? Всем надо, мне не приписывайте, я нормально себя чувствую. О, слышите? Вы меня, говорит, не приписывайте, я нормально себя чувствую. А у меня ноги отваливаются от одного места. Ну, в общем, короче, отпустили все мою руку и разъехались по домам. Ну, в общем, мы решили уже отсюда возвращаться и ехать не на маршрутке, на которой приехали сюда, а на другой маршрутке и до метро Домодедова. Кушать мы или не решили, с ней в Восточном кафе, ни в Шанхае китайская кухня, ни в Чайхане, ни где... Ой, начался дождь. Не будет. Короче, мы едем до Домодедовской. И там, там уже перекусы. Вот такие тучи над нами. Начинается дождь. Надеюсь, мы успеем уехать. Ну, на птичий рынок мы уже не пойдем. А вот начался дождь. До птичьего рынка я уже не выдержу. А было бы интересно.